Привет дорогие друзья, доброго времени суток! Вы на канале Mobile Gameplay, сегодня мы будем с вами общаться по поводу того, что может нас ожидать в обновлении 5.5 в игре Injustice 2 Mobile. Я не случайно начинаю ролик вот с такого видео, это видео было посвящено всяким ивентам и тому, что будет добавлено в проекты NetherRealm в качестве мобильных проектов, да, во время того, как студия NetherRealm праздновала свое 25-летие. На тот момент активно поддерживался Injustice 1 мобильный, Injustice 2 мобильный, Mortal Kombat, тогда еще X Mobile и, соответственно, Injustice 2 Mobile. И каждая из этих игр на 25-летие франшизы Mortal Kombat отреагировала по-своему. Например, в Injustice Mobile стал доступен классический Скорпион, в Mortal Kombat X Mobile появился классический Горо, Горо Ярость Тигра или как-то так, да, и Шаукан. В игре VVE Immortals появился специальный скин для бойца и этот скин был Raiden, а в Injustice 2 Mobile, собственно говоря, появился Raiden и Sub-Zero, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть, только Raiden, не столь важно. В общем, мой посыл заключается в том, что 5 лет назад было 25 лет франшизе Mortal Kombat, в этом году исполняется 30 лет. Это еще более глобальный юбилей, то есть 25 это такой полу юбилей, 30 это уже более серьезный, такой совсем взрослый юбилей. И мне кажется, что было бы непростительным никак не отреагировать на такую крупную дату посредством мобильных проектов. Именно поэтому мне кажется, что в Mortal Kombat Mobile будет какое-нибудь грандиозное обновление. Ну, если бы я был разработчиком, я бы так сделал. Но мы сегодня говорим не про Mortal Kombat Mobile, а про Injustice 2 Mobile. И вот первая часть этого ролика будет отталкиваться от того, что, возможно, разработчики как-то отреагируют на юбилей франшизы Mortal Kombat внутри Injustice 2 Mobile. Мне бы, во всяком случае, так хотелось. Здесь давным-давно разработчиков просят закрыть команду Mortal Kombat в Injustice 2 Mobile. Как вы знаете, на данный момент у нас всего два персонажа. Это Саб-Зеро и это Рейден. Никаких скинов нет. Вот просто всего лишь два персонажа. Хотя непонятно, почему они не развивают эту линейку персонажей в Injustice 2 Mobile, да? И можно было бы хотя бы третьего персонажа добавить, чтобы команда была закрыта. И, естественно, само собой напрашивается, что сюда нужен Скорпион. Тем более, что Скорпион, в принципе, это уже готов. Он есть в первом мобильном Injustice. Причем во множестве вариантов. Там, по-моему, минимум три Скорпиона есть. То есть всего лишь можно взять Скорпиона из первого мобильного Injustice, перенести его во второй мобильный Injustice. Они же так делали с Рейвен. Они так делали с Марсианским Охотником. В общем, примеров переноса из первого мобильного Injustice во второй есть огромная масса. В общем, будем надеяться на то, что как-нибудь разработчики отреагируют на юбилей Mortal Kombat внутри Injustice 2 Mobile. Но лично мне кажется, что нового персонажа, посвященного Mortal Kombat, к сожалению, не будет. Максимум, чем разработчики ограничатся при праздновании 30-летнего юбилея, это, возможно, какой-нибудь бесплатный портрет профиля, как это стало модным в последнее время, да? И какие-нибудь перезапуски испытаний на уже имеющихся Саб-Зиро и Рейдена. Вот, мне кажется, это потолок и предел ожиданий и мечтаний в плане того, что же может быть добавлено к юбилею Mortal Kombat. Теперь перемещаемся ко второй части ролика. И опять же предположение, почему? Потому что выходит фильм Черный Адам. В фильме Черный Адам очень много персонажей, и мне бы хотелось верить в то, что разработчики Injustice 2 Mobile как-нибудь все же прорекламируют этот фильм. Так было, допустим, с фильмом Чудо-женщина 1984, когда добавили Чудо-женщину в золотой броне. Так было с фильмом Аквамен, когда добавили Аквамена Короля Атлантиды. Так было, в конце концов, с фильмом Лига Справедливости, когда добавили всех участников Лиги Справедливости в Injustice 2 Mobile. Очень хотелось бы верить в то, что фильм Черный Адам тоже посетит Injustice 2 Mobile. Вернее, герои из этого фильма. А героев там действительно масса, как я уже и сказал. Это может быть и новый Доктор Фэйт. Это может быть и Ястреб. Это может быть и Атом. Это может быть и, наконец-то, новый скин для Черного Адама в лице Скалы Джонсона, да? В общем, вариантов масса. Если отталкиваться от того, что все-таки промо Черного Адама доберется до Injustice 2 Mobile, мне бы хотелось верить в то, что новый Черный Адам, да, в скине Скалы появится в качестве золотого персонажа и появится в качестве сезона на арене. Это было бы действительно круто. Если верить в то, что наконец-то появится Атом, благодаря выходу фильма Черный Адам, то тогда, скорее всего, Атом будет легендарным и, скорее всего, он появится исключительно в сундуках. Но у нас же есть еще и пропуск, конечно же, и, скорее всего, он тоже появится. И для пропуска, как нельзя, кстати, мне кажется, подходит вариант того, что добавят, наконец-то, какого-нибудь третьего металлического персонажа или третьего представителя Темной Лиги Справедливости. Здесь у нас еще есть две незакрытые команды, и как тот, так тот представитель может появиться, в принципе, в пропуске. Но вы скажете, что есть еще и Сольный Рейд. Конечно, есть. Но, как показывает практика, иногда разработчики считают, что новый Сольный Рейд не нужен в этом обновлении. Поэтому здесь, конечно, вопрос спорный. Появится ли, в принципе, новый Сольный Рейд? И если он появится, то кому он будет посвящен? Здесь, опять же, они могут сделать ход конем. Допустим, представителя Темной Лиги Справедливости засунуть в пропуск, а представителя металлической команды, которая тоже не закрыта, они могут как раз засунуть в Сольный Рейд. Но тогда обновление будет просто мега сочным, тогда им нужно добавлять, там, я не знаю, 4-5 персонажей сразу. Я не знаю, и я практически на 90% уверен в том, что разработчики не пойдут на это. Хотя, когда только начиналась история Injustice 2 Mobile, разработчики умели выпускать одновременно в одном обновлении и 4, и 5 персонажей. И все было чудненько. Не знаю, если говорить про такие мелкие режимы, как режим компании, режим истории, режим спецопераций, я вот прям вообще не уверен в том, что когда-либо что-нибудь в этих режимах появится. Здесь надежда только на то, что, возможно, в режиме арены все же, наконец-то, кто-нибудь новый появится. И я почему-то склоняюсь к тому варианту, что это кто-то будет из киновселенной Черного Адама. Можно рассчитывать на то, что появится однозначно новый персонаж в пропуске. Ну и где-то, вот, конечно же, можно надеяться на новый Сольный Рейд. Ваши предположения, как всегда, я жду в комментариях. Как вам кажется, что, кто и где появится? И появятся ли в принципе? Я бы очень хотел, чтобы и Скорпион появился, потому что, ну блин, 30 лет Mortal Kombat. Это нужно действительно как-то отметить. И посредством того, что они нам предложат новый портрет профиля, на мой личный субъективный взгляд, невозможно таким способом отметить 30-летие. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы появились новые персонажи из франшизы Mortal Kombat. Ну и о Черном Адаме тоже не хочется забывать, потому что это, я не знаю, поправьте меня, но по-моему, это вообще, в принципе, первая экранизация именно Черного Адама, поэтому хотелось бы, чтобы разработчики отреагировали на это. Но, опять же, история Injustice 2 Mobile знает примеры, когда, допустим, все вокруг, включая меня, ожидали, что выйдет новый скин для Харли Квинн, посвященный выходу фильма Хищные птицы. У нее, в принципе, там был достаточно яркий образ, и можно было бы добавить его в мобильный Injustice. Но разработчики абсолютно проигнорировали выход фильма Хищные птицы, как будто бы этого фильма вообще и не было. Понятно, что фильм спорный, и многие зрители даже проигнорировали выход этого фильма. Но Injustice 2 Mobile обычно на крупные релизы кинофраншизы DC всегда реагировали. Здесь ничего не произошло. Может быть, и с Черным Адамом будет то же самое. Может быть, нас просто поздравят с тем, что вышел Черный Адам, и в личку нам пришлют 20 фрагментов уже имеющегося Черного Адама, и все на этом закончится. В общем, вот такие предположения у меня на этот раз. Мне кажется, я много всего интересного выдвинул, и остается только надеяться на то, что хоть что-нибудь из того, что я себе нарисовал в своих глубоких, там, влажных фантазиях, все же сбудется. Я надеюсь на лучшее, как всегда, и вам советую. Потому что я люблю эту игру, несмотря ни на что, и то, что я до сих пор в эту игру играю, записываю ролики, наверное, доказывает то, что я люблю эту игру. Все, друзья мои, на этом я с вами буду прощаться. Информации так уже слишком много сказано. Идите, переваривайте это, определяйте, с чем вы согласны, с чем нет, и обязательно не забывайте писать об этом в комментариях. А еще очень можно и очень важно нажать на пальчик вверх под этим видео. Вам вообще не сложно, вот буквально одна секунда. А мне это грандиозным способом поможет. На этом я с вами прощаюсь еще раз, уже какой, второй или третий раз за ролик прощаюсь, но тем не менее. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Ждем обновления 5.5. Уже совсем скоро, в течение полутора, максимум двух недель, должны появиться какие-нибудь первые небольшие тизеры и анонсы. Как всегда, буду держать вас в курсе всех дел. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!